здравствуйте уважаемые телезрители вы смотрите программу мнения я хочу представить гостя нашей программы это руководитель общественного фонда вместе против рака гульмира абдразакова здравствуйте гульмира спасибо вам что вы пришли к нам студию поговорить на столь важную актуальную тему как онкология учитывая что ежегодно 4 февраля отмечается день борьбы всемирный день борьбы с раком я думаю эта проблема у нас тоже в крыльстане стоит очень остро учитывая то что рак молодеет из года в год и ваш общественный фонд на это тоже вносит определенный вклад чтобы эта болезнь как-то я не знаю меньше распространялась чтобы помочь людям с онкологией вы сами как начали заниматься этой общественной работой как вы пришли туда расскажите пожалуйста спасибо вообще что пригласили нас на передачу и вообще поднимайте вопрос онкологии это действительно сейчас стоит очень остро и если говорить о статистике бич этого десятилетия онкология вот она имеет место вот она растет молодеет онкология ураг поэтому нужно об этом говорить ну само название вместе против рака наша борьба она направлена на борьбу с раком по всем направлением я в прошлом пациент 2006 году мне поставили диагноз было много ошибок сделано во время лечения диагностирования от незнания непонимания вот и когда я в процессе лечения часто сидишь в очередях и куча женщин и каждый рассказывает свою историю и тогда поняла что на женщины не информированы для вас это был приговор извините для меня слышали про свой диагноз это конечно был приговор то что 39 лет казалось бы ничем не болею особо серьезно откуда как не знаешь причины можно сказать только начиная младшему 3-4 года было вот сыну сейчас мой 18 вот будет завтра у него день рождения как раз и слава богу что я жива здоровая осталась но это был ужасный момент самый страшный момент моей жизни самое страшно было потом когда мне отказали в лечении и ничего не предложили взамен я тогда поняла что жизнь на исходе как бы нет шансов дальше жить но бороться нужно было поначалу не было мысли даже бороться потому что ну ты понимаешь ты ты же доверяешь профессионалам тем более об этой болезни ничего не знаешь бессилие страх безысходность и знаете в такие моменты обращаешься только богу я очень просила всевышнего чтобы он дал мне время поднять младших детей то что они еще в школу не ходили в садик старшие уже школы заканчивали и моя неважно было поднять младших хотя бы до того момента как они могут пока ну они как чтобы смогли связь содержать одевать обувать накормить себя то есть сварить что-то то что очень страшно было оставлять вот в этом положении семью мне муж долгое время болел он только-только выправляться стал три года мы бороли за его здоровье ну и на фоне вот этих стрессов на и на напряжение морально физического и у меня наверное здоровье надорвалось что вот в итоге я услышала свой диагноз слава богу у меня хватило мудрости не паниковать я потом когда вот один раз и молилась всевышнего попросила и как будто не знаю или он не дал знаете вот как будто ремень такой раз подпоясалась вот у нас горят бенби мы собрались духом да я собралась зубы и стала обычной жизнью жить но единственное конечно был момент что я думал ну надо готовиться к смерти слава богу этого не произошло я вернулась в онкологию через мою двоюродную сестру она говорит ну давай попробуем еще раз я решила еще раз попробовать я прошла все курсы лучевой терапии тогда аппарат работала и вот последний курс когда я получила врач она заведующей отделением тогда была она сказала что у меня есть шансы жить все в моих руках я стала с этого момента изучать что за болезнь как она происходит почему как быть какая реабилитация сколько какие шансы я стала лопатить перелопатила весь интернет и многое поняла многое поняла и я стала меняться жизни вообще много все поменяла стали искать наверное единомышленников пока нет вначале нет я вначале я думала вот как как себя реабилитировать как себя выправить чтобы вот не вернуться потому что там есть страх рецидива он всегда будет чтобы не вернуться нужно пройти долгую реабилитацию это уметь сохранить все то что прошло лечение как бы есть такие моменты вот а потом уже когда проходило лечение все вот эти вот женщины их история страх все время в глазах безысходность в речи до у каждой и очень сильно меня знаете сподвиг один разговор двух женщин когда одна вторую рассказывает говорит вот привезли маму и сразу не смогли оплатить и мама лежала и в общем врач не подошел и мама разозлилась ну и сыну сказала сын бежал в Минздрав заявление написал жалобу видать врача тогда поругали и она совершенно перестала маме подходить я тогда поняла как много проблем и как какое отношение к пациентам я тогда для себя решила что нужно что-то в этом направлении работать когда ее всевышнего просила дать мне время и второе сказала я буду все возможное делать чтобы помогать женщинам семь лет я волонтерила ходила каждый день как на работу в онкологию встречал женщинами пыталась их психологически подбодрить одновременно я как врач стал изучать специфику заболеваний покажет ему покажет нозологии практически многое узнала вот и конечно опыт стал набирать в работе в своей я видела результат своей работы люди стали к вам обращаться пациент а в итоге потом не возник потом такая мысль возникла что нужно создавать какой-то фонд потому что я очень часто бывал на сайтах российских сайтах вот как раз вместе против рака я даже знаете себе где-то записал что фонд вместе против рака нужно что-то такое вот создавать хотя я не знала я много лет дома сидела и оторвана была от всего этого а тут мои партнеры по сей день это фонд эргене талайкуль она предложила говорит индира рузбаевна куда эргенова она создавала фонд фонд он ну как бы не работаю потому что не было лица который бы его повел бы руководил бы этим фондом и мы так изучили тебя со стороны по всем параметрам проходишь и я предложил твою кандидатуру индира рузбаевна хочет с тобой переговорить мы с ней переговорили она сразу мне дала все документы и сказала вот я смело отдаю тебя в руки фонд я знаю что ты будешь до справишься и вот будешь нести эту миссию достойно и мы отдаем фонд в надежные руки вот с этого года 12 года я руковожу этим фондом слава богу все хорошо а нас уже многие знают у нас очень большое пациентское сообщество возникло ну как бы собралось вокруг нас я все-таки сама пациент и в первую очередь я акцентировала на правах пациента вы сказали что у вас уже третья стадия была да когда диагностировали и на сегодня можно сказать что вы победили но энергии не верят и считают что если рак это уже конец всему и к сожалению это и в обществе среди людей принимающих решения тоже такое мнение существует что урок неизлечим но мы своим поведением хотим нести то что рак победим и и можно жить и умереть от старости то есть биологические старости вот и наша задача донести максимально чтобы люди поменяли мнение к этой болезни и сами само население сами граждане и люди принимающие решения потому что все вопросы там решаются сейчас остро стоит вопрос обеспечения лекарствами оборудование очень многое сделано мы давно говорим об онкологии истории болезни рассказываем говорим о проблемах онкологии уже весной станет два линейных ускорителя это нонсенс для креста на это два луку новейших высокотехнологических оборудования будут в онкологии два не один следом за ними еще другие другое оборудование закупается на эти 10 миллионов то все благодаря вашим усилиям я думаю да и усилию ваших сотрудников и коллег да наши партнера все кто говорил о теме онкологии это каждая имеет в этом заслугу то есть гульмира нельзя сказать что вот все так плохо все плачевно ситуация все равно меняется что онкология ремонт раньше было страшно зайти серые стены в двор ужасные запущенные и вот в это унылое здание и на территорию унылое заходишь еще когда слышишь диагноз понимаешь что здесь жизни нет конечно это все давило сейчас все настолько так хорошо цвет приятные раньше серые стены были сейчас веселые стены да ну в отличие от прошлого сад какой красивый до полисадники вот эти зоны отдыха там есть инсталляция вот этих девочек женщина выходит там фотографируется на фоне этих инсталляций это уже хорошо это уже позитивно влияет они же это все не давит это тоже свое влияние имеет на успех лечения плюс еще оборудование закупается закупилась и следом закупается дал постепенно в этом году со стороны если не здраво было закуплено препаратов достаточное количество на первое время тоже очень важных дорогих препаратов как без которых невозможно лечение определенного рака это таргетные препараты они очень дорогие не каждому под силу купить эти препараты и вот минздрав закупает эти препараты и это для особого типа рака женского рак молочной железы без этого препарата все остальные химиопрепараты они не работают из полезно бесполезно поэтому получая определенную химиотерапию но не получает таргетный препарат лечение эффективно слава богу у нас есть история успеха которые благодаря этому препарату выздоравливают и я надеюсь мы 4 февраля вот планируем съезд пациентов сделать онкологических это в историях просто она будет первый раз сделаны кстати и закупка таргетных препаратов в историях как раз там первый раз во всем мире она закупается и выдается опав по квотам по у каждой стороны свое по страховым каким-то этом вот и слава богу нас тоже есть эти препараты и это успех вот когда человек узнает что он болен онкологии как нужно относиться к этому вот вы как человек прошедшие победившие рак что вы посоветуете таким людям знаете но и родственники иногда делают ошибку чрезмерно давит на пациента и пациент чувствует что они просто его обманывают якобы обнадеживают все будет хорошо все но он-то чувствует что не все хорошо ты победишь но чувствуешь он приходит на процедуру терапию химию да да вот и здесь вот почему мы создать создаем вот это сообщество женщин онкологических потому что только пациент пациента может понять так как как чувствует пациента родственники не могут понять почему потому что они не были на его месте они не видят то что и не чувствуют то что вид почувствует пациент а когда вот мы даже эту программу назовем равным равного эта программа есть в россии мы что-то подобное будем дублировать что-то свое внесем равные равным пациент будет консультировать пациента то есть я под консультировал пациента если говорит психолог который не понимает специфику онкопациента или родственник пациент его не слышит онкологически он просто не воспринимает его все что он говорит он мимо пропускает а когда я говорю или не я ну подобие меня да кто-то тот который сможет донести самые важные найти такие вещи которые зацепит пациента и даст математ мотивацию бороться ну сюда очень важно я извиняюсь но все-таки нужно говорить правду пациенту да в таких случаях я считаю ну исходя из нашего менталитета неправильного понимания зачастую от больного скрывается его диагноз это ошибка эту ошибку я совершил с моей сестрой и потом еще еще раз убедилась что нельзя так делать у меня сестра умерла два года назад от рака живот как сожалению она поздно диагностировалась вот и когда я хотел ей рассказать все только в начале пути когда она начинала лечение дети запретили мне говорить потому что вот как бы она совсем поникнет да конечно будет стресс но этот стресс может быть толкнет ее да может быть толкнет ее на то чтобы она внутри нашла силы бороться а когда человек не понимает какая угроза ему грозит от этого заболевания он и знаете он не активизирует уникальные вещи в организме а все-таки у нас организм очень уникальный еще же говорят что еще научно вот как бы не доказано да не нашли все вот эти скрытые качества организма которые можно было бы мы как умный компьютер вот поэтому психологическая сторона очень важно очень важно это я считаю что процентов на 50 она имеет успеха или негатив если человека подготовить к химиотерапии к лечению правильно подготовить он и химию будет легко воспринимать понимаете он легко будет он получит не будет так тяжело переносить он потому что придет психологически подготовленным он будет знать что есть шансы выздороветь он будет к этому стремиться вот ваш фонд вместе против рака вы оказываете такую да 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 у нас очень большая группа ватсапе более 130 женщин но она вот эти такая плавучая численность у нас женщина которые уже прошли лечение они уходят из группы потому что у них своя жизнь они возвращаются в социум и все они обычной жизнью что-то остается одетка в качестве волонтера на помогают а другие новые приходят у них сотни вопросов сожалению врачи не могут ответить на все вопросы которые задает пациент и всегда остается с открытым вопросом этого группа создана там любой вопрос не остается без внимания если я не отвечу десяток женщин будут отвечать они прошли этот путь они знают как это все должно происходить элементарно но после химиотерапия состояние ухудшается до микрофлора и все такое там есть такие народные средства которые можно выправить организм вернуться и они все вот эти советы дают как они прошли как они боролись с этим моментом все они не ходят лишний раз не даст саждают врача и врач тоже не раздраженный а таких много кто как вы смогли победить эту болезнь сейчас да все больше и больше мы и мы тоже стараемся же показать что все таки рак победим с этим можно жить на собственном примере да очень важно многие тоже не понимают ну зачем все время об этом говорить а мы говорим не потому что мы хотим распиярить себя абсолютно нет мы говорим о том что если youtube и женщины в отдаленном селе видит до историю нашу победы это вот на примере у нас несколько женщин которые мне лично рассказывали что увидев тебя в ю тубе твою историю я поняла что мне есть шансы жить я пошла в онкологию и стала лечиться то есть этого же достаточно это важно чтобы она услышала мою историю поняла что оказывается рак победим даже на серьезной стадии врачи практически не говорят со своими пациентами об этом да они делают вот свою повседневную работу оказывают лечение а вот чтобы врачи мало а чтобы поговорить элементарно с человеком вселить в него надежду это время например иногда это занимает три-четыре часа врач себе не может позволить слишком дорогое время потому что следом за каждым пациентом еще пациент в очередь ждет и он не может тратить по полчаса как минимум на пациента 10 15 но 20 минут она может потратить на пациента это все касательно лечения а уже психологическая часть это должны заниматься психологи то есть специалисты которые опять-таки обучались онкопсихологии это определенное направление психологии это тоже нужно это изучать мы заговорили о волонтерстве сейчас постепенно и в кыргызстане это дело развивается волонтеров становится все больше медленно но постепенно становится больше что конечно очень радует насколько вот вашем фонде волонтерство имеет значение вот какую помощь они реально могут оказать и оказывают уже помощь разная приходят девочки помогает мне иногда бывает взрослой женщины взрослые люди помогают от элементарных вещей переговорить с кем-то да вот по каким-то вопросам отвести пациента привести пациента что-то какие-то лекарства довести привести или с турции бывает мы заказываем лекарства нам нужно привести эти лекарства с москвы отвести анализы в москву почему очень много возможности для работы волонтеров кто-то приходит больницу ухаживает за больными но у нас это в нашем направлении особо не развито но единство развита в плане того чтобы встречаться разговаривать помогать как-то мы например при фонде создали такое социально благотворительный предприятие благотворительное где мы шьем сумочки почему мы шьем сумочки но первое это реабилитация для женщины женщина которая болеет она шьет она отвлекается и это своего рода медитация когда она когда шьет она отвлекается забывает о всех проблемах которые у нее сидят в голове второе она понимает что она делает для себя что-то то есть каждая проданная сумка прибыль она идет на лекарства потом она же не одна сидит и нас несколько и бывают те волонтеры которые а здоровые приходят слушает и наши истории они понимают как это важно помогать друг другу люди меняется во мнении внутри какие-то происходят ценности меняются понимаете это очень важно и и пациент женщина которая вот с диагнозом она понимает свою значимость в том что она делает этот человек который волонтерит приходит вместе с нами сумки пришивает там иногда надо пуговицы там логотипы пришить погладить там рутинная работа сильную помощь оказывают и вы знаете это объединяет нас необязательно те кто прошел через это болезнь некоторые приходят изменить внутри себя потому что у нас аура особая как они говорят у вас аура такая теплая особая и так спокойно у вас это очень важно потому что для здоровых чтобы выправить себя потому что сейчас столько стрессов и все таком как сказать очень стрессовом на напряженном стрессовом напряжении в такой нужно расслабиться и не все могут найти расслабление музыки просто на диване отлежаться и кому-то нужно вот какое-то общение теплое общение нам нравится что к нам приходят и здоровые женщины уходят такие позитивные радостные знаете у людей взгляд меняется или потухший взгляд без каких-то знаете каких-то глазах что-то происходит уходят у них глаза блестят это очень важно и мы это замечаем вот вы за время вашей деятельности можете сказать я не знаю это в цифрах или это сложно посчитать какой вы внесли вклад если честно ну конечно может быть это как бы чуть чуть не скромно будет но я все-таки скажу да оборудование которое сейчас закупаться в онкологии это тоже есть наше участие я я чувствую я понимаю что мы там внесли свою лепту бюджет рассматривался на следующий год мы выбили 100 миллионов для лечения рака это на лекарства это тоже 100 миллионов суммах да это наша заслуга я считаю а лекарства дорогие которые в первый раз вообще в истории корыста она была закуплена с линия память по и в минздраве это тоже я считаю что наша заслуга вот и вообще то что сейчас большое внимание уделяется онкология ну как бы большое в сравнению с прошлым это тоже наша заслуга почему не устанно говорим о проблеме онкологии мы не будем говорить и наверно сложно посчитать сколько человек благодаря вашей организации получили информацию поверили себя это мы уже не считаем потому что главное смогли победить онкологию это наверное я не знаю сотни тысячи людей ну сотни тысячи нет но хотя бы десятки получили вот это все равно тоже определенный хороший вклад да да но и потом знаете то что мы делаем маленький вклад шьем сумочки и помогаем женщинам у нас уже не ну не скоро вот я думаю мы услышим такие наконец-то слова у вас хорошие анализы и вы выздоравливаете нас уже несколько таких женщин молодых мамочах мы этому очень очень рады и я считаю что это самое большое достижение достижение потому что это вот наше маленькое локальное общество сообщества женщин мы смогли это сделать помогая друг другу у нас так миссия называется мы собрались чтобы помогать друг другу гульмира спасибо вам большое что вы пришли на передачу поделились своим мнением посмотрев нашу программу многие возможно вот найдут себе силы обратятся к вам будет возможность противостоять этой болезни и победить ее и вернуться к нормальной жизни я желаю вам здоровья в первую очередь энергии сил чтобы в дальнейшем проводить вот такую работу через ваш фонд вместе победим рак спасибо спасибо еще раз за то что пригласили нас и вообще за то что вы говорите об и теме онкологии это очень важно на этом наша передача подходит концу я напомню что сегодня гостем нашей программы была гульмира абдуразахова руководителя общественного фонда вместе против рака всего вам хорошего здоровья и до встречи до следующих передач